Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья». С вами Мария Шматкова. Сегодня у нас в студии автор и ведущая онлайн-проекта «Архитектура тела» с Виолой Огородниковой. Здравствуй, Виола! Здравствуй, Маша! Очень рада тебя видеть снова в нашей студии. Пригласили не случайно. Сейчас режим самоизоляции. Безусловно, прошло уже два с половиной месяца. Конечно же, активность существенно поубавилась, и всё это не может не отражаться на нашем общем самочувствии и, конечно же, на нашем здоровье. Давай сегодня поговорим о спине, о той части тела, которой достаётся больше всего. Конечно же, сидячий и малоподвижный образ жизни не проходит бесследно. Всё верно, Маш, но мне кажется, что в нашем регионе людям повезло больше, потому что практически у всех есть дачи. И, наверное, то, что мы будем делать сегодня с тобой, о чём говорить, это больше для тех людей, которые были действительно лишены абсолютно возможности посещать парки и какой-то физической активности на улице, потому что, к сожалению, ничем её не заменишь. И те упражнения, которые можно было делать дома, я их делала дома, я тоже не ездила на даче в тот момент, я, конечно, почувствовала, что и грудная клетка стягивается, несмотря на тот фитнес, который, и те упражнения, которые мне очень помогают в обычной жизни, всё-таки превалировал больше сидячий образ жизни. И поэтому и диафрагма была больше стянута, и я понимала, что... Но всё проблемы именно отсюда. Да, и осанка ухудшалась. Но, опять же, коронавирус, да, всё-таки нужно заниматься больше отдыхательной системой своей дома, да, когда у тебя всё-таки, ты ограниченный, нет воздуха, это довольно сложно, но, тем не менее, возможно. Ну, и, конечно, помогут эти упражнения дачникам, которые вкалывают на грядках, занимаются таким дачным суперфитнесом, потому что эти упражнения очень хорошо будут разгружать те мышцы, которые очень перетрудились, и, конечно, придавать нашей осанке такую лёгкость, воздушность и создавать пространство в теле, чтобы тело у нас не болело, а действительно тренировалось очень гармонично. Давай ещё тогда немножечко поговорим об этом комплексе упражнений, который наши телезрители увидят чуть позже. Всё-таки, как часто необходимо делать эти упражнения, как часто нужно заниматься, и когда мы увидим первые результаты? На самом деле все, конечно, хотят волшебную таблетку, но зубы мы чистим каждый день. Два раза в день. Два раза в день, каждый день, и нам уже это не доставляет какого-то дискомфорта, это такой привычный ритуал. И, наверное, если что-то нам очень действительно помогает, мы начинаем это делать регулярно, потому что мы уже можем чувствовать контраст между тем, когда мы почистили зубы, да, и когда вот мы встали, и как-то мы не чувствуем свежего дыхания, здесь то же самое. Результат можно будет увидеть сразу же во время упражнений и после упражнений. И он сохраняется какое-то время. Я могу привести пример. Обычно нет пророков в своём Отечестве, да, и наши близкие, к сожалению, как правило, ну не очень так активно реагируют на то, чем занимаемся мы, например, да, это нормально. Или чем-то занимаются наши родители, нам кажется, что это само собой разумеющееся. Мне повезло, потому что у меня и муж, и папа, они делают из всех упражнений, которые, а их огромное множество, которые помогают телу, всего два. И они счастливы, потому что это решает их проблемы с поясницей, и решила уже достаточно хорошо. То есть нет каких-то ревматических болей, например, да, которые уже у взрослых людей могут появляться по, ну, с холодами и по весне, и они уже чувствуют, что вот, начинает стягивать тело, они делают эти очень простые упражнения. А упражнения есть даже в постели, это для тех, кому хочется релаксовать и получать ещё какую-то пользу от занятий. Вот, поэтому на самом деле регулярность, если вы будете делать даже одно упражнение, но каждый день или через день в комфортном режиме, уже будет хороший результат. Ну, мы уже достаточно прорекламировали комплекс упражнений, давай его посмотрим. Конечно. Итак, сейчас мы выполним с вами замечательный комплекс на спину. Это будет просто массаж, великолепный массаж спины. И после этого упражнения вы почувствуете, как раскрывается ваша грудная клетка. Для этого вам понадобится, вот у меня есть специальный ямуновский мяч, это американская система, с которой мы сегодня с вами будем знакомиться. Если у вас такого мяча нету, то возьмите пилатес-бол, но только хорошо его надуйте. Итак, нам нужно будет сесть с вами на мячик. Он не должен лопнуть, да, но в конце концов возьмите футбольный мяч, если вдруг никакого другого нет рядом. Единственное, что не накачивайте его очень сильно, он не должен быть очень жёстким. Мы садимся на мяч чуть выше копчика, в начало крестца. Обратите внимание, чтобы наши стопы были параллельны и колени не заваливались внутрь. И мы начинаем с вами дышать. Мы сделаем глубокий вдох, удлиняя грудную клетку. На выдохе наша задача собирать живот так, чтобы он не вываливался вперёд. Для этого вы можете помочь себе руками, как бы стягивая живот, направляя его внутрь, чтобы животик ваш уплощался. Снова делаем вдох, удлиняемся на вдохе. На выдохе вы можете ещё помочь себе стопами, как будто бы коврик мы хотим стопами собрать внутрь. И также помогаем руками животу собираться внутрь, как бы так, чтобы у вас живот уплощался. И с очередным выдохом мы проезжаем на середину крестца, переставляем ноги чуть вперёд. Наша задача помещать вес тела в мяч, дышать в мяч. И также внимание помещать в ту точку мяча, с которой вы работаете телом. Итак, мы делаем вдох, выдох. Направляем центр пупка в спину, в мяч. И проезжаем ещё чуть дальше на конец крестца. Вы можете руки положить перед собой. Если вы сваливаетесь с мяча, вы можете помочь себе руками для баланса. И вот здесь живот очень хочет вывалиться вперёд, поскольку пресс начинает работать. И, как правило, он работает на вываливание. Ваша задача здесь на вдохе. Удлинить грудную клетку. На выдохе стопами начать соединять коврик внутрь. Вы можете здесь почувствовать мышцы тазового дна, и как низ живота и пупок направляются в мяч. И стягиваем себя вниз, так, чтобы ваш таз уже опирался у коврик. Стопы удобно слегка отодвигаем от себя. И вот здесь задача на вдохе – стопами чуть-чуть оттолкнуть коврик от себя. Таким образом, ваш вес будет переходить в мяч. Поясница будет уплощаться. То есть мы не должны сидеть с прогнутой спиной. И на вдохе мы ещё удлиняем грудную клетку. Вдох. Постарайтесь, чтобы ваша шея не запрокидывалась. В выдохе стопы начинают стягивать коврик внутрь. Включаются мышцы тазового дна. Живот направляем так, чтобы он у нас уплощался. И на очередном вдохе мы приподнимаем таз, опираясь спиной у мяч. Берём себя за подвздошные кости и стягиваем таз к пяточкам. Оп, проехали. И мы уже с вами в верхней части поясницы. Стопы отставьте чуть дальше от себя. Обратите внимание, в процессе выполнения упражнения мы не должны прогибаться вокруг мяча. Наша задача максимально вытягивать позвоночник вверх. Итак, делаем вдох. Отталкивая коврик чуть-чуть от себя, удлиняясь в области грудной клетки. Выдох. Начните соединять стопами коврик. Подтягивая его внутрь, почувствуйте, как начинают приактивироваться мышцы тазового дна. Можете помочь себе руками, чтобы животик собрался. Берегите шею. Если шея устала, одной рукой вы можете поддерживать себя за затылок. И снова вдох. Сделайте здесь 2-3 цикла дыхания. Выдох стопами. Соберите коврик, таз приподнимите вверх. Возьмите себя за затылок. И направьте, удлинив шею, подбородок, грудной клетки. И затем стяните себя, как приятно, в область между, чуть-чуть под лопатками. Стопы переставьте. И вот здесь на вдохе начните отталкивать коврик от себя. Это даст вам больше веса в мяч. Вдохните в ту точку, в которой у вас лежит спина на мяче. Как бы расширяя область между позвонками. Выдох. Стопами начните собирать коврик внутрь. Почувствуйте мышцы тазового дна, как уплощается живот. Поясница удлиняется. И с выдохом расслабьтесь в мяч, не прогибаясь вокруг мяча. Еще вдох. И с выдохом приподнимите таз. И проезжаем в область между лопатками. Обратите внимание, что здесь я локти чуть-чуть сужаю. Так, чтобы мой мяч прошел очень хорошо, простимулировав позвоночник. Если вы локти раскроете слишком в сторону, таким образом ваш мяч не будет работать с позвоночником. Он будет упираться в края лопаток. И так мы делаем вдох. Направляем коврик от себя. Удлиняем грудную клетку. Выдох. Стопы стягивают коврик внутрь. Чувствуем мышцы тазового дна. И расслабляемся в мяч. Чувствуем, как удлиняется шея. Здесь 2-3 цикла дыхания. И вдох. Приподнимаем таз. И с выдохом проезжаем глубоко в шею. Обратите внимание, часто ошибка. Когда вы остаетесь вот в этом положении. Здесь очень приятно, но очень опасно. После этого могут начаться мигрени. Поэтому наша задача единым движением, направляя подбородок до грудной клетки, прокатиться так, чтобы ваш мяч поддерживал ваш затылок. И первые, вторые шейные позвонки. Ладошки направьте вверх. Таким образом это даст вам раскрытие плечевого отдела. Стопами оттолкните коврик от себя. Это вам даст больше веса в мяч шеи. Вы хорошо простимулируете шейный отдел и затылок. На вдохе мы удлиняемся. Почувствуйте, что ваш на вдохе позвоночник вытягивается вверх. И даже лопатки. Если это удалось, вы можете ощутить, что ваш мяч уже ушел куда-то глубоко в шею. Тогда поправьте его снова, чтобы он оказался у вас под затылком. Выдох. Стопами начните стягивать коврик внутрь. Почувствуйте мышцы тазового дна. И расслабьте в конце выдоха затылок о мяч. Еще сделайте вдох. Выдох. Здесь очень приятно вытягивается шея. И закончим это упражнение, подставив стопы как можно ближе к ягодицам. Если у вас распущены волосы или как у меня хвост, обязательно соберите его, чтобы не было несчастного случая на мяче. Направьте подбородок грудной клетки. И сейчас делаем, выполним обратный кат, не прогибаясь вокруг мяча. Это, наверное, самое сложное в этом упражнении поначалу. Несколько вот таких движений. А сейчас попробуйте привстать и просто почувствовать себя, как вы стоите. Вы можете прикрыть глазки, стопы параллельно. И вдохните. Почувствуйте, насколько свободнее у вас происходит вдох. И если вы смотрите на себя в зеркало, что было бы здорово, вы можете увидеть, что ваши плечи расправились, и вы стоите более ровно, без каких-то напряжений в вашем теле. Виолок, возвращаясь к теме проблеме малоподвижного образа жизни, сидячего образа жизни. Вот все-таки чем это опасно? Ну, прежде всего, тем, что у нас кровообращение, лимфодренаж, он, конечно, перестает двигаться в теле. То есть мы становимся такими грустными, вялыми, скручиваемся в какую-то позу эмбриона, на мой взгляд. И чем меньше мы двигаемся, тем меньше нам хочется это делать и выходить из дома. То есть, прежде всего, наверное, эмоциональным каком-то нашем самочувствии, да, и здоровье это сказывается прежде всего. Ну и, конечно, с точки зрения тела, это чревато тем, что когда мы начинаем входить в подвижный образ жизни, мы начинаем чувствовать, что ой, суставчик, ой, то есть, ну, могут быть даже какие-то бытовые травмы, потому что подвижный сустав в это время, это все-таки два с половиной месяца, это очень большие ограничения были, и здесь можно просто пойти подвернуть ногу на ровном месте, да, казалось бы, не дай бог кому-то, конечно, но такое бывает. На самом деле, даже спортсмены, которые тренируются очень правильно, да, например, выстраивают все линии в теле, зачастую у них травмы происходят у профессиональных спортсменов, даже не на тренировках, а скорее вот так вот шел, что-то произошло, да, как-то не поставил неправильно ногу, и самая большая травма, они, эти травмы, как правило, бытовые. И вот задачи как раз наших последующих с тобой встреч, да, и занятий как раз такие, обучить тело, чтобы оно двигалось в таком 3D формате, да, то есть, это все-таки упражнение для жизни, то есть, когда мы ходим, мы двигаемся, у нас тело работает неизолированная, да, какая-то мышца, вот мы подкачали как-то ягодицу или в тренажерном зале поотводили ногу в сторону, это нефункциональное движение, мы в жизни его не используем, а использовать те упражнения и те движения, которые действительно нам помогут правильно ходить, прыгать, поиграть вдруг в волейбол, хотя вы, например, 100 лет уже не играли, или в теннис безопасно для своего здоровья. С какими проблемами к тебе чаще всего обращались твои слушатели, твоего проекта, твоего курса вот в период пандемии? Проблемы, наверное, они остались одни и теми же самыми, просто, конечно, они усугубляются. Как правило, у людей очень сильно зажата грудная клетка, причем люди могут заниматься йогой, люди ведут подвижный образ жизни, но, как правило, если у нас кости стоят неправильно или стянуто тело, то закачивать то, что уже и так очень сильно сжато, бессмысленно, да, но поскольку все-таки у нас, ну, такой спорт, он заточен на массовости, и все качают, и я качаю, а мы все-таки очень индивидуальны. Просто все очень хотят выглядеть идеально, чтобы выглядела фигура, особенно к лету. Да, но мне очень нравится. Осталось прям считанные дни, считанные, считанные уже практически часы. Надо срочно начать заниматься. Надо срочно начать заниматься, но мы в самом начале программы сказали, что, к сожалению или к счастью, нет волшебной эпилюли, после проглотив которую вы будете моментально в идеальной форме. Так не бывает. Но есть замечательные упражнения, которые действительно лучше, чем все остальные, и быстрее дают просто замечательный эффект. То есть, если ты был согнут, ты после этого упражнения можешь вдохнуть и расправить плечи, и это не будет так, что мы сидим и боимся пошевелиться. Спина уже у нас устала и отнимается, да, но мы вот стараемся там сжать лопатки сзади, не дышим, и уже понимаем, что надо к массажисту после эфира бежать срочно. Нет. То есть, мы спокойно дышим, когда кости стоят на месте, мышцы в приятном, в правильном таком нейтральном положении комфортно поддерживают наши косточки, да, и нам комфортно сидеть просто с прямой спиной. Ну и, конечно же, учиться дышать, потому что дыхание, оно нас изнутри расправляет, расширяет и придает форму вот этому нашему телу. Поэтому вот этот комплекс, он включает, наверное, все три составляющие. Это и правильно выстраивать кости, это активировать глубокие мышцы и приактивировать те мышцы, которые никогда не работали, чтобы они держали нашу поясницу, наш таз. Заметьте, часто бывает так, что мы покачали пресс, да, например, вроде бы, я помню, когда я качала пресс в тренажерном зале, все мужчины просто там лежали, потому что, ну, я действительно делала очень много подходов и повторов. Но вот этот вот низ живота, да, он может не уходить, например. Почему? Потому что, как выяснилось, я, например, делала это неправильно при всей своей подготовке. Да, то есть есть секретики, которые помогают включить внутренние мышцы, мышцы, например, тазового дна, которые, наоборот, будут ваш живот собирать, да, и решать вот такие моменты, и держать ваш таз в правильном положении, а это здоровье вашей поясницы и вашей спины. Виола, ну, и, наверное, в заключении программы, безусловно, от тебя совет, как сделать первый шаг навстречу к своему здоровью, навстречу к активности и, в общем-то, закрепить вот те нехитрые упражнения в своем привычном графике и, несмотря ни на что, ни на лень, ни на занятость, ни на не хочу, ни буду, ни могу и все, что связано с частицей не делать и быть в тонусе. Ну, мы начнем уже сегодня, мы уже начали, да, мы сделали с вами комплекс упражнений. Я думаю, что вы почувствовали фантастический результат. Я вообще люблю, когда я что-то новое начинаю, привлекать своего любимого человека и, ну, просить его контролировать с меня, что я это сделала. Лучше, конечно, когда вы это делаете оба, вы чувствуете результат, и вы друг друга подбадриваете, да, в этом моменте. И, ну, сейчас, конечно, больше двух людей не собираются, но... Он онлайн. Онлайн, конечно. Конечно, вы сегодня сделали упражнение, вы можете всегда отснять видео, прислать, например, да, мне. То есть я не люблю оставлять, например, людей с теми упражнениями, потому что, ну, как правило, все равно мы себя не видим и нет обратной связи. Мы часто делаем ошибки в том, в тех упражнениях, которые нам кажется, что мы делаем идеально и нам приятно. Поэтому здесь самое главное, конечно, получать обратную связь, она всегда есть, и вы точно не останетесь одним, и вы будете видеть результаты, когда мы видим результат, хочется идти дальше, дальше и дальше. Спасибо большое. Спасибо за эффективный комплекс упражнений. Спасибо, что сегодня была с нами. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье, здоровье своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова